Привет, добро пожаловать в The Sims 4 в 17 серию моей пекарни. И, как видите, на прошлой серии мы не совсем закончили рабочий день, поэтому мы его продолжим сегодня. И к нам пришла вчера Summer Holiday, наша подружка, с которой мы сегодня будем общаться. В общем, из сегодняшних дел у нас, мне кажется, только заработать денег. Особых целей у меня нет, ну, конечно, кроме основной цели это заработать денег, как я уже и сказала. И так, Эль хочет поиграть в планшет, но не надо, пожалуйста, ни во что играть. Я думаю, что тебе будет достаточно поговорить с Summer, хотя она зевак, а мы будем тратить свое время драгоценное на зеваку. Ну, ладно, она наша лучшая подружка, поэтому давайте узнаем о финансовых возможностях. И, разумеется, я хочу не только уговорить ее что-то купить, но еще и чисто дружески пообщаться, потому что она не была на нашей вечеринке в честь дня рождения, которая была, по-моему, серия назад. Поэтому я думаю, что Эль соскучилась по Summer, я, по крайней мере, по ней скучала. В общем, наконец-таки они встретились. Кстати, Summer Holiday тоже взрослая. Так, давай потом ложись спать, я думаю, так нормально не пообщавшись с Summer. Ну, хотя, как сказать, не пообщавшись. Она просто редко к нам приходит, вот приходила бы она к нам чаще как покупатель, мы бы просто общались с ней каждый день. Просто выходить, знаете, в нерабочее время, или просто устраивать себе такие небольшие отпуски, у нас нету столько времени, и мы не можем так часто отвлекаться от работы. Ну, у нас так мало друзей, точнее, знакомых-то много, а друзей мало. В общем, да. Так, ты еще их хочешь кушать, поэтому иди, пожалуйста, ложись спать поскорей. Хотя, Summer нужно сначала уговорить, вот у нас почти-почти получилось. Так, Томас купил пирог с бананами и кремом. 153 химальона, просто замечательно. И Summer, я думаю, что уже что-то купит. Отлично, она что-то выбрала. А Эль идет спать. Интересно, что сейчас купит Summer. Так, это, по-моему, помадка. Да, она купила помадку за 121 химальона. Просто вау, кто-то покупает помадку за 70, кто-то за 120. Вот это различие, конечно, в ценах. Так, за сегодня было 7 проданных предметов, и прибыль 934 химальона. Это очень даже много. Мы, можно сказать, окупили планшет, который мы на прошлой серии купили. И Нокс купил еще один пирог. Отлично. Эль вроде бы ничего не делает, а покупатели покупают все. В общем, пока у нас очень легкие рабочие дни. В отличие от начальных частей челленджа. Кстати говоря, у нас 7 уровень навыка выпечки. Не скоро у нас, конечно, будет 8. Но, тем не менее, вся наша выпечка получается плохого, то есть нормального качества, но ничего великолепного нет. И я боюсь, что это из-за такого плохого холодильника. Поэтому я думаю, что сегодня мы купим нормальный холодильник. То есть плиту мы сразу купили хорошую, а холодильник как-то сэкономили, так и не покупали дорогой. Мне безумно нравится этот холодильник, но боюсь, что нужно будет купить новый. И, возможно, тогда у нас будут более высокого качества изделий. И тогда, в общем-то, и покупатели будут платить больше, хотя они уже платят очень даже много. Но, тем не менее, так, 1100-1700. Вот хотя бы 1500 сегодня заработать. Было бы очень круто. Еще два покупателя буквально. Но уже купите эту запеканку. Тут целых 8 штук. Она же на продаже стоит. Ну, пожалуйста, кто-нибудь. Вы издеваетесь. Эль успела себе так хорошо бодрость уже поднять, а вы ничего еще не купили. Ну, ладно. Давайте Эль проснется, покушает запеканку. Потом нам нужно Киру помыть. Я обещала, по-моему, на прошлой серии ее помыть. Ну, так и не помыла, видимо. Не получилось. Но сегодня я надеюсь, что все будет хорошо. Вот, отлично. Нина купила помадку. Давайте еще. Еще кто-нибудь хоть что-нибудь купите. Так, этот пирог с бананами, который на прошлой серии почему-то глющил. Давайте положим в холодильник. И он же не появится у нас тут. Да, вроде бы все хорошо. Отлично. Просто на этом прилавке быстро портятся наши изделия. Так, Мойра хочет зайти, чтобы пообщаться. Ну, нет, извини, пожалуйста, не надо приходить, чтобы общаться просто так. Если хочешь купить, то приходи ее только за. Так, давайте купать Киру. Ну, так, запеканку-то, конечно, не доело. Ну, давайте, давайте все же выкинем. Отлично. Оливия купила помадку за 112 миллионов. Это просто замечательно. Давайте еще один, один покупатель. Хотя у нас есть еще час. Ну, это довольно-таки мало. Боже, вы только посмотрите на нашу ванну. У нас тут грязный туалет, грязная ванная. Так, отлично. Мортен купил хлебный пудинг за 162 симолеона. И у нас еще есть 10 минут. У меня почему-то есть такая надежда, что Олина что-нибудь купит, потому что она тут давно стоит. В общем, давайте посмотрим. Так, отлично. Эль помыла Киру. И теперь нужно чистить туалет, ванну. Куда, кстати, ушла Кира? Так, ну хорошо. Время уже 22.36. И мы закрываемся. Так, мы заработали 1485 миллионов. Довольно-таки много. Я хотела 1500. Ну, почти, почти. Теперь мы можем потратить все остальное время на себя. И завтра мы снова, конечно же, обязательно откроемся. У нас, кстати, бодрость вполне себе хорошая. Поэтому мы можем сейчас сходить в туалет и нескоро ложиться спать. Возможно, даже что-нибудь сделать в саду. Ну, удобить мы ничего не можем. Полить ничего не надо. Давайте просто купаться в пенной ванне. Вот, принять пенную ванну. Потому что вроде бы пена поднимает еще и досуг. Вот такой вот у нас приятный вечер после длинного рабочего дня получился. Посмотрите, как радостно наша Эль. Какое хорошее у нее настроение. Ну, конечно, у нее пекарня просто расцветает. Я думаю, мы приходим к финалу, к завершению этого челленджа. Потому что в день мы зарабатываем по 1500 миллионов. Вы просто представляете, раньше этого даже сниться не могло. Потому что мы зарабатывали максимум по 500 миллионов. Ну, ладно, я думаю, ты накупалась. Можешь идти играть в какую-нибудь игру. Например, убежище на планшете. И, блин, давайте прямо-таки сейчас купим новый этот самый холодильник. Да, вы посмотрите, качество еды всего лишь 2. Тут уже 3, 4, 5. Так, ну я не знаю, что нам стоит купить. Во-первых, продать этот за 200 миллионов. Хотя, блин, он так уютно, так круто тут выглядит. Можно было бы его улучшить. Я бы на самом деле улучшила и оставила его. Но купить я хочу качество еды 4 или даже 5. Так, ну смотрите, 5 стоит 1150 миллионов. А 4 672. Ну, давайте 5. В общем, давайте купим все же этот холодильник. И вот придется сделать мини-перестановку. Постоянно у нас мини-перестановки, мини-ремонтики. Ну, в общем, пока вот как-то так. Нужно попробовать. Сейчас будет тоже что-нибудь обязательно приготовить. Ну, вы только посмотрите на это. Мы только что искупали нашу Киру. А она опять играется в лужи. Молодец, просто молодец. Так, ну ладно, вроде бы досуг у нас более-менее уже хороший. Мы можем идти спать, наконец-таки ложиться. И, пожалуйста, можешь не уложить больше туда планшет. Всю ночь у нас опять дождь. И опять у нас отвратительная погода. Эль сама, кстати, проснулась. Или ее лещенок разбудил? Да, ее Кира разбудила. Очень вовремя, кстати. Так, давайте попросим, что у нее случилось. И ты хотела перекусить, да? Ну, не надо. У тебя есть овощи. Кушать ты на завтрак будешь, я думаю, клубничку. Так, Кира требует внимания. Ее надо гладить и обнимать. Ну, давайте сейчас быстренько ее погладим. Время, кстати, уже восемь. Сначала нам нужно открыться, разумеется. И так, надеюсь, сейчас персонажи поприходят, как всегда. И нужно что-нибудь приготовить. Очень надеюсь, что сейчас качество получится великолепное. Я не знаю, потому что у нас тут, во-первых, внимательность. Во-вторых, у нас очень хорошие нужды. И вроде бы все должно пойти по плану. И еще я бы хотела новые столешницы купить. Не знаю, даже когда я их куплю. Возможно, когда будет такой массовый ремонт. А, возможно, скоро. Я не знаю, посмотрим. В общем, давайте украсим этот пирог. И время уже 8.43. Симов еще никак нет. Отлично, вот наши первые покупатели. Так, где наша Кира? Неужели она там где-то в грязи купается? Если она на улице, значит, да. Вы издеваетесь, она реально купается тут в грязи просто. Вот из-за чего она постоянно такая грязная. Ну ладно, вот, вы видите, она замаралась. Давайте ее отчитаем сейчас быстренько. Отчитать за игры на мусоре. И так, Эль наша украсила пирог с бананами и кремом. И я думаю, его я хочу продавать прямо-таки вот так. Я просто хочу 10 уровень навыка выпечки. Поскорее для этого нам нужно будет побольше готовить. А, Пенни, Зевака, я хотела с ней поговорить. Но давайте поговорим с Микки тогда и уговорим ее что-нибудь купить. А потом уже снова начнем готовить. Так, а пока у нее напряжение, я надеюсь, у нас не ухудшатся с ней отношения. Хотя мы ее и не знали. Ну, в общем, надеюсь, что она не уйдет и не передумает что-то покупать. Так, вы посмотрите. Кира тут просто лает на Клару. Это очень грустно. Вау, у них пошли минусики. Я хотела только что поговорить с Кларой на самом деле. Но, видимо, она не очень любит Киру. Ну, хорошо. Надеюсь, она сама что-нибудь там купит. Кстати, у нас очень даже много очков бонуса сейчас. Так, у нас сейчас, кажется, пошли минусы. А нет, вроде бы все в порядке. Нет, пожалуйста, ладно, Эль, хватит с ней болтать. Хотя вот, все получилось. Мы уговорили ее что-то купить. Видите, она сейчас... Да, она, по-моему, помадку за 112 миллионов купила. Отлично. И мы идем печь. В общем, надеюсь, сейчас пирог получится хорошего качества. Хотя я уже понятия не имею, что нам делают, что пироги получались высокого качества. Все у нас постоянно нормально. Мне это уже не нравится. Так, посмотрите, тут Кира... А, тут Алекс забирает наш урожай. Отлично. Спасибо, конечно, Алекс огромное. Ну, хорошо. Мы, видимо, сами не уследили. Но они хотя бы, по-моему, там что-то почистили. И насчет улучшения. Я думаю, если сейчас пирог опять получится нормального качества, то можно будет улучшить технику. Потому что у нас есть, как бы, небольшой уровень механики. И также очень много всяких штучек для механики. Так, в холодильнике мы, конечно, ничего улучшить не можем. Я надеюсь, в плите мы хотя бы что-нибудь сможем. А, нет, не можем. Так, смотрите, деталь для улучшения электронных приборов у нас есть. А в чем тогда проблема? Вот, деталь для улучшения электронных приборов. В чем, я не поняла. Пирог с бананами и кремом получился снова нормальным. Давайте его украсим. И потом, я думаю, что нам стоит попробовать улучшить вот тут. Прочные экраны, например. Так, а пирог мы положим полностью вот сюда. Надеюсь, сейчас кто-нибудь его купит. И сейчас, мне кажется, у нас будет третий уровень навыка механики. Отлично. Это просто замечательно. И давайте еще прочные экраны сделаем. И хотя я хотела, по-моему, что-нибудь новое купить. Ну, видимо, не судьба. Туалет улучшать я не хочу, потому что я хочу купить новый. А вот насчет раковины не уверена. В общем, сначала нужно сходить в туалет нам самим. И вот гостям новый туалет я не особо хочу покупать. Поэтому давайте им я улучшу. Так, ну что же с вами не так? Время уже два. Давайте покупайте что-нибудь. Пока был только один клиент. Слава богу, еще один клиент пришел. Клет Гарри. Отлично, он купил за 111 помадку. Ты что творишь? Ты ее просто оставил здесь? Ну, хорошо. Мне ее что, снять с продажи или вернуть? Ну, давайте вернем на место. А он же заплатил. Ладно, это, видимо, глюки какие-то. Давайте покормим Киру. Она голодна. Так, Дарлинг еще купила помадку. И она ее, по крайней мере, не забыла, взяла. Так, вот, кушай, моя милая Кира. Наконец-то. О, вау, они уже теперь хорошие тут друзья. И так, сама тоже покушай. Так, кто-то что-то купил. Алекс купила пирог с бананами. Она купила целый пирог. Вау. И почему-то у нашей Эль такие низкие нужды. Вроде бы были неплохие. Ну, ладно, давайте она сейчас быстренько улучшит этот унитаз. Нужно добавить превосходную систему слива. И так, возможно, тогда он будет меньше ломаться. Хотя хорошо, если он ломается. Даже, знаете, с другой стороны мы чиним, улучшаем себе навык. И вроде погода даже стала лучше. Так, посмотрите, тут что-то сверкает. Значит, мы можем способствовать росту. Это просто прекрасно. А тут мы не можем. Ну, дальше Эль пойдет спать. Так, Таку купил хлебный пудинг. Это просто прекрасно. В принципе, уже 500 симолонов. Хотелось бы хотя бы 1000 за сегодня заработать. Потому что времени осталось не так уж и много. Так, улучшения готовы. И посмотрите, сколько здесь людей. Довольно-таки много. Так, Хоакин хочет, чтобы я пришла к нему пообщаться. Ну, нет, спасибо, Хоакин. Мы не хотим. У нас слишком плохие нужды. Ну, конечно, мы хотим, но мы заняты. Прекрасно. Либерти купила хлебный пудинг до 162. Это очень круто. И у нас уже поднимается подрость. Так, ну, время практически закрываться. И я боюсь, что сейчас никто ничего не купит. Хотя есть еще 10 минут. Ну же, Пенни Пизас. Ты тут уже целый час стоишь. Неужели... Вот ты, Джейд. Маркус. Я не знаю. Вы так долго стоите и ничего не можете выбрать. Ну, ладно. Время уже закрываться. Поэтому всем давайте пока-пока. Кто не успел купить, это ваша проблема. Мы тут очень 14 часов были открыты. В общем, мы заработали 825 миллионов. Вполне себе много. А сейчас я хочу заняться механикой. Сегодня такая серия, знаете, посвященная механике. Но я хочу, чтобы наша выпечка была качеством лучше. Поэтому нам нужно так. Две детали улучшения электронных приборов. Да, у нас ничего нужного практически нет. Поэтому нам нужно купить сейчас подарки, по-моему. Так, тут, по-моему, никаких деталей нет. Значит, детали для улучшения продаются отдельно. И, по-моему, для этого нужен был компьютер или ноутбук. А планшет не подойдет. Блин, надо было все же, наверное, покупать планшет. Ноутбук получается. Так, ну я на самом деле не знаю даже, что сейчас и делать. Давайте Эль пока проснется почистить прилавок. Ну, ладно, давайте она пока прочные краны сюда сделает. Блин, это очень печально. Давайте сейчас быстренько перекусим чем-нибудь. Точнее, покушаем нашу запеканку. И потом, я думаю, что мы снова будем готовить. Ладно, все же в следующей серии я куплю полноценный стол. И, возможно, сделаю отдельный кабинет для нашей Эль. Чтобы она там, ну, я не знаю, делала свои дела. Играла в компьютере, возможно. И тогда я, получается, продам наш планшет. Планшет, конечно, был очень полезной штукой для нас. Но, видимо, все же придется купить полноценный компьютер. Или, возможно, ноутбук. Ну да, все пока как-то грустенько получается у нас. У нас наши планы немного провалились. Надеюсь, на следующей серии у нас получится испечь что-нибудь очень высокого качества. И я разберусь, в чем же проблема все-таки. Так, пока, пожалуйста, покушай что-нибудь там, картошка. Пока мы будем готовить, давайте снова пирог с бананами. Так, а пирог готов. Он, конечно, нормальный. Мы его, конечно, украсим. И продавать будем целиком, полностью. Так, очень красивое украшение у нас, конечно, получилось на продажу. Ну и давайте снова что-нибудь испечем. Хотя мы хотим, естественно, нужду сначала повысить. Так, и снова печь пирог с бананами. Кстати, у нас, по-моему, чуть быстрее поднимается гигиена, если мы моем руки в раковине. Так, а Кира тут играется в кучу мусора. Если она найдет какую-нибудь деталь для улучшения, я буду очень рада. И вау, у нас наступила осень, это очень мило. У нас день навыка, очень вовремя день навыка, я хочу вам сказать. Потому что мы сегодня навыками занимаемся, точнее, механикой. Нормальный банановый пирог мы украсим. И потом, я думаю, что можем лечь спать. Сегодня воскресенье, это выходной. Поэтому я думаю, что мы сможем в следующий день полностью посвятить себя своим навыкам каким-нибудь. Но это будет, скорее всего, в следующей серии. Потому что сегодняшняя серия подходит к концу. Давайте Элис немножко вздремнет, потом почистить эту стрелешницу. Ложим на место. И еще у нас тут поспел урожай, поэтому давайте соберем весь урожай. Так, посмотрите, только банан себя тут хорошо чувствует. Остальным растениям так себе. У них не очень качество, конечно. Возможно, из-за качества наша выпечка такая не очень хорошая. Хорошо, давайте, в общем, выпечем хлебный пудинг. Хотя у нас есть комфорт, поэтому, надеюсь, это ничего не ухудшит. Кстати, вот только посмотрите, у нас выпечка очень даже высокого уровня. Возможно, в следующей серии у нас будет, наконец-таки, восьмой. Я не думала, что мы так быстро его достигнем. Итак, хлебный пудинг получился. И он получился нормального качества. Ну, хорошо. Хорошо, в принципе, неплохо. Не уверена, из-за чего это. Но в следующей серии, я думаю, мы с вами это выясним. По крайней мере, очень надеюсь. Давайте украсим хлебный пудинг. Вот так вот классно Элли его украшает. Вот они красивые, ванильные получились. И давайте мы положим их на продажу. И на этом я буду с вами прощаться. Я надеюсь, что эта серия вам понравилась. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие серии, потому что у меня есть довольно-таки большие планы. И я вам всем желаю хорошего дня, хорошего настроения. И всем пока-пока. Продолжение следует...